Ну а прямо сегодня, ребята, мне подарили аккаунт. И то, что было внутри этого аккаунта, это просто что-то нереальное. И самое интересное, то что, в конце концов, этот аккаунт я разыграю среди вас. Ну а чтобы получить данный замечательный новый керамбит, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, что самое важное, посмотри все видео без примоток и напиши секретное слово по букве. Потому что на протяжении всего видео я запрятал слово по буквам. Ну что же, всем желаю удачи. На GG Синдов вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновились там сайт и группы ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. GG Синдов мой выбор. Здарова всем, ребята. Акент пока на проводе. И прямо сегодня мне подарили вот этот замечательный аккаунт. И я просто в шоке. Спасибо большое Вадиму. Потому что Вадим просто братанчик 2 до 8. Он говорит, кентуха, забирай себе этот аккаунт. Ребят, как мы видим, у парня ник Масленок. То есть он истинный Масленок. Его обязательно приглашу в клан Маслята. Также у него аватарка меня. Это я даже не знаю, как я так смешно вышел. Ну что же, давайте-ка, ребят, посмотрим, что же у меня за звание. Звание Гол 3. Ну, скажем так себе, средний очок. А теперь давайте посмотрим, в каком же клане состоит Вадим. Ну, точнее, состоял. Клан у него не было. Но, Вадим, когда ты создашь новый аккаунт, я тебя официально приглашаю в клан Маслята. Ну что же. А теперь давайте-ка посмотрим его личное сообщение. Ему пишут, ты настоящий. Дальше пишут. У меня 51,5 и я читер. Так, я не понял, что там Вадим кого-то читером назвал или что. Вадим, брат. Но это точно не читер. Это точно не читер. Конечно, ник у него смешной, но он точно не читер. Просто, ребят, посмотрите и почитайте эту переписку. Какой же добрый все-таки Вадим человек. Вот я читаю его сообщение. Я понимаю, что он реально добрейшей души человек. Ну что же, давайте-ка мы прямо сейчас зайдем в личный профиль. И посмотрим, какая же у Вадима была статистика. Гол 3, лучший ранг, хоть в сезоне номер 2 слабовато, а в сезоне номер 1 вообще не было никакого ранга. Потому что 1 начинается на девятку и аккаунт плюс-минус недавно созданный. И если я не ошибаюсь, то Вадим начал играть с линдов именно из-за меня. За это Вадиму огромнейший респект. Дальше смотрим. В общей статистике у него КД 2.10. Я, кстати, ни разу не играл с Вадимом, поэтому, Вадим, как будет возможность, однозначно зарубимся и сыграем дуэльку. История матчей. Давайте посмотрим, на что же был способен этот парень. Ну, скажем так, он играл примерно под среднячка. То есть, он играл и нехорошо, и неплохо. Он был всегда примерно в середине. Так, давайте посмотрим тут. Тут он тоже был в середине. Да, то есть, Вадим играл, в принципе, как среднячок, как обычный типичный групп. Ну что же, дамы и господа, прямо сейчас мы, ребятки, переходим в инвентарь. Потому что, как мне обещали, этот инвентарь стоит 100 тысяч рублей. Ну что же, полетели. Так, 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 так. Так, ничего себе, сказал я себе. Сразу мне бросается в глаза вот этот замечательный скин. Ребята, просто посмотрите. Раз, два, три, четыре хэллоуинских наклейки плюс печенюшка. Ну это что-то нереальное. Я просто в шоке. Вот это люди живут. И теперь все это мое. Керамбит колдфлейм. Ну, керамбитик очень даже неплохой. Мне этот керамбит нравится, потому что он похож на драгон глэс. Реально очень зачетный керамбит. Дальше Фомас Юри. Ну, Фомас Юри тоже, ребят, золотой, богатая жизнь. П-90 самурай. Ну, слушайте, получается, тут есть скины на абсолютно каждое оружие. Ну, то есть, если ты увидишь такого игрока в игре, ты подумаешь, нифига себе он мажор. Ребята, обратите внимание на все эти наклеечки. На все эти статрики. Вот это реально самый топовый инвентарь за свою цену. Ну, я скажу честно. Ну, елки-палки, ну, 100 тысяч рублей. Он же не стоит. Ну, Вадим, ты чё? Ну, Вадим говорил, я тебе дарю аккаунт, он стоит 100 тысяч рублей. Ну, братан, ну, тысяч, 15, 20, ну, 30 максимум. Ну, и, ребятки, конечно же, потому что я этот аккаунт буду разыгрывать вам. Я хотел бы, чтобы этот аккаунт был максимально дорогим. Поэтому я прямо сейчас с моего телефона покупаю скин. Вот, ребят, покупаю. Опа. И купил, 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 купил. Всё. И прямо сейчас мы ещё купим 8 кейсов. И дополнительно прокачаем этот аккаунт. Ну, что же, давайте-ка мы прямо сейчас купим 8 кейсов. Ребят, я буду кейсы покупать, на мой личный взгляд. Надеюсь, они вам тоже понравятся. Ну, что же. Покупаю 4 райвл кейсика. И, наверное, 4 фуриас кейса. Фейбл кейсы я не покупаю, потому что они просто-напросто самые невезучие кейсы в мире. Я думаю, вы с ним согласитесь. Ну, что же. Полетели. Открываем райвл кейсы. Делаем буст раз. Делаем буст два. Ахалай, махалай. Джекоманда, выпадай. И нам, ребята, выпадает АКР. Не, не выпадает. Выпадает Desert Eagle Dragon Glast. Конечно, неплохо, но я рассчитывал на что-то получше. Так, ничего, ребята. У нас ещё очень много попыток. Целых 7 попыток. Возможно, мы сейчас увидим второй нож. А почему бы нет? И я сходу сразу моментально открываю кейс номер 2. И, к сожалению, ребята, надо было пробустить. Потому что мне вообще ничего нормального не выпало. Так, Фориас кейсик. Ну, вот сейчас, ребята, работают профессионалы. Проворачиваю раз. Проворачиваю два. Проворачиваю три. Четыре. Пять. Шесть. Ну, ребята, ну, прямо это мега буст. Вот прямо сейчас я чувствую. Мы ловим арканы. Ловим, ловим. Я сейчас ловлю арканы. И аркана не ловится. Да, да, да. Конечно, ребята, начинали за здравие. А закончили за, как обычно. Ну, что же. Осталось ровно пять попыточек. Ребят, давайте вот прям сходу, сходу. Раббл кейс просто сходу кабанчиком открыли. И посмотрели, что же нам выпало. А нам, ребятки, выпал М4 Гранд Прикс. Спасибо большое. Но, к сожалению, эмка нам не нужна. Потому что у нас есть М4 Предатор. Ну, что, ребята, открываем ещё один Фориас кейсик. Делаю буст на Керамбит Драгон Глаз. Как по мне, он самый красивый, самый сочный. И просто я люблю эту малышку. Ну, что же. Открываем Фориас кейсики. Нам выпадает. Пожалуйста. Ну, хотя бы что-то. Ну, хотя бы легендарка, понимаете? Я уже не прошу Аркану. Я хочу хотя бы увидеть, как она пролетает где-то рядышком. Ребят, осталось ровно три попыточки. Я, честно говоря, немножко тильтую. Но! Идём дальше. Идём дальше. Открываем очередной Фориас кейсики. Нам выпадает очередной АВМ Скрэч. Кстати, а я вот не заметил. А есть ли на этом аккаунте АВМ? А, есть АВМ Полар Найт. Ну, то есть всё нормально. С АВМ-мейвом никаких проблем нет. Так, ребят. Открываем дальше. Открываю очередной Ревел Кейсик. Ну, я чё-то вообще, походу, не везучий какой-то. Вообще не навалит. О! Дезерт Игл Драгон Глаз. Вот если бы выпал с Татрека, это, считай, плюс 200 голды. Открываю очередной Фориас кейс. И, ребят, ну чё-то, походу, вообще никуда. А, опа, легендарка нет. Конечно же, М40 Вейк. Ну, скажем так, ребят, ингентарь, может, намного лучше и не стал. Но, тем не менее, сам по себе аккаунт очень неплохой. И, пожалуйста, прямо сейчас, ребята, спуститесь снизу в комментариях. И напишите, почему я должен подарить этот аккаунт именно вам. Почему именно вы его достойны. Также не забывайте писать секретное слово. Ну что ж, дамы и господа, с вами был ваш Кен ДПК. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. И самое главное, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем нужны ссылочки, есть в описании. Всем удачи и всем пока.